Приветствую всех, кто смотрит, это Кот, это Total War, троны Британии, сага. И я закончил прошлую серию, как всегда, на самом интересном месте, то есть я должен сейчас на конец хода нажать и посмотреть, что тут будет происходить. Вот эти ребята на прошлый ход, или на этот ход, раздолбали Кент, который внезапно от меня убежал. Ну, у них действительно слабая армия была, там, первого уровня. У меня же уже такие ублюдки, там, третьего уровня по 75, у меня есть отряд берсерков, есть хускарлы, мечники тут такие, убер, блин. У меня единственное, три бомжа только вот этих, но я работаю над этим, у меня еще вот чуть-чуть технологии, можно будет получше сделать. Хотел, таких топорников я тоже хотел бы заменить, в конце концов. У них навык-то очень хороший, но у них под мою армию не подходит боевой дух, потому что у меня очень маленький боевой пыл, и видите, штраф по боевому духу я вообще жутким образом получаю. Вот, поэтому их бы лучше, конечно, заменить. Но пока нету ни хрена в наеме, то как-то так. В наеме же нет ни хрена. Ну да, только топорники данные есть, больше ни черта и нет. Ладно, это тоже пригодится, пускай пока заполняется этот пул, потом наймем, когда будет вторая армия. Сейчас, в общем, конец хода. Да, вот эти ребята, так как они завоевали с Кентом, то они завоевали с Уэссексом и со всеми их марионетками. Поэтому, даже если они сейчас захватят Хестингас, а они запросто могут с моря прямо проатаковать и вот это все бомжатню вынести, то вот эти ребята окажутся им враждебны, вот эти все. И это меня очень устраивает. Погнали. Кстати, кто, интересно, ходит быстрее? Норманы или Суссекс? Вот эти на С, а это на Н. И по идее в английском алфавите буква Н идет раньше. Поэтому, по идее, должны Норманы ходить раньше. Нет, Суссекс ходит раньше. Окэ. Ну, забирай, бог с ним. Суссекс. Если сейчас викинги их проатакуют, будет здорово. Но, блин, они... Я не думаю, что они остались очень целые после того, как Кент раздолбали. А-а-а! Прелесть. Видели, да? Так, я даже не буду, наверное, паузу нажимать, чтобы не просрать еще раз этот момент. Я хочу посмотреть, что будут делать Норманы. Мотай, мотай, мотай. Чпоньк. Ну, по крайней мере, одну армию они убили. Окэ. Это что такое? Воля короля, преступление и наказание. Вы поймали убийца, который совершил много тяжких преступлений. Ваши войны говорят, что его нужно лишить жизни. Некоторые даже настаивают на мучительной казни под названием кровавый орел. Однако, по традиции англичан, преступник сперва должен предстать перед судом, а казнить его следует по местным обычаям. Поддержите ли вы традиции своего народа или законы новых подданных? Слушайте, у меня армия максимальное количество сейчас. То есть, можно чуть-чуть и снизить, на самом деле. Давай судить, а потом повесить. 45 стало, да. Сказалось ли это на стоимости... Нет, видите, это не сказалось на стоимости содержания входа, вообще никак. Поэтому норм. Вот. И... Пустим им кровь! Сука. Ну, то есть, получается, я захвачу это дефире волшебное, и тут же Нормана захватят. Секирники, да? Тут же его Нормана захватят. Клянемся служить! Добыча и слава! Как скажете! Поэтому я его даже разорю. Во имя Всевышнего! О да! Ох ты, блядь, я аж минус получаю постоянно. Вот. Дефире очень хороший такой городочечек. Здесь много пищи. Но Нормана сейчас, скорее всего, его... Хотя, как минимум, разграбят. Как минимум. Это я проведу сам, но вырежу. Да. Смотрите-ка, они поставили... ...копьеметателей Кэрлов. С этой стороны. Мне придется их высекать. А я смогу? Чё-то не очень. Так. Уже лучше. Нет, я не смог. Бля, сейчас вокруг идти, короче. Давай тогда. Таким образом, да. Отходи, отходи, отходи нафиг отсюда. Пиздец. У меня там башня изнасиловала. Уходим пока. С горем пополам. Башни очень жестко настреливаются. Это еще вот эта башня нахерачила мне. Поэтому сейчас... Отдохнули и давайте сюда. И вы тоже. Короче, все бежим на захват. Как можно быстрее надо опрокинуть эту башню. И тогда уже расстрелять оставшихся. Бля, я привлек внимание этой херни. Сука. С под башнями бегать. Или с такой моралью. Это жопа просто. Они все разбегаются. Выходим отсюда нафиг. Нашел хорошее место. Тоже отсюда можно пострелять. Нормально застрел идет. Патронов еще хватает. У них уже третий нету. Особенно вот этот ряд хорошо попадает. Значит, ты пока и стреляй. Ой. Сука. Еще и боеприпасы закончились. Ну, капец. Не видать никого. Я не уверен, что мои вот эти трещи смогут что-то сделать. А они сейчас от одного тычка убегут просто. Ну, короче, стало скучно. И он пошел куда-то туда. Я уж не знаю почему. Я спокойно просто беру площадь. Вот такой вот искусственный интеллект. Здравствуйте. Потеря немножко больше, чем обычный 236. Но это все бомжи мои. Я специально именно бомжами и захватываю, чтобы элитные войска не задействовать. В принципе, план удался на самом-то деле. По большому счету. Грабить я, наверное, не буду. Город сейчас. Потому что я планирую его себе оставить. Деньги у меня есть. Так что... Да, и 2800 не такие большие деньги. Просто захватываем. Нагличане все равно недовольны. Так, хорошо. А что тут все разрушено? Что это? Плюс 3 каждый регион. Плюс 6. Плюс 2 каждый регион. На самом деле копейки стоят. Так, но мне нужно... Кузнец-то, конечно, здорово. А что там еще по технологиям? Вот, например. Амбар. Кузнец-то. Станусь построить в деревнях. Развитие дорог. Ну, хер знает, слушай. А это что-то дерьмо. Пушевальщицы. Вот-тофак из высевальщицы. 6 каждый регион. А сейчас сколько? 21. А, ну вот же. 10 оккупация, понятно. 8 налоги, понятно. Персонажи. Фракция. Продовольствие. Минус 4 налоги, минус 8 оккупация. Секунду. Ну, типа вышевальщицы. Это к церкви относится. Зачем тогда и церковь, и вышевальщицы? Давай тогда я нафиг не буду вот эту церковь строить здесь. Я ее снесу просто. А вышевальщица, да, починю. Кузнец, ну... Чисто теоретически, мне, конечно, нужно технологии развивать. То есть, вот... Гражданские, вот здесь. Ну, я, наверное, в первую очередь хотел бы земледелие, амбар или подземный склад, да. То есть, поэтому, наверное, пока я снесу кузнецу нафиг, поставлю здесь амбар, что-нибудь такое. Вот. Положитесь на нас! Че у нас тут? Да ничего такого. Вот. И... Тут никого нет вокруг. Вот эту штуку тоже надо забрать, эту забрать. И сколько у кента вообще осталось? То есть, фракцию я смогу убить. Получается. Пусть мои дурные предчувствия не подтвердятся. Три региона у них, блядь. А где у них? А, вот еще где. Сука. Далеко. Ну ладно. Ну да, делаю здесь. Чела. Вот кнута, например. Кленемся служить. Наверное, я назначу губернатора. Губернатором вот этого Вульф Херака. Назначу. У него пацифист плюс пять. Правление у него ни хера себе, да? Поэтому Вульф Херак идет... Губернатором становится. Губернатором вот этого Вульф Херака. Я ему должность сделаю, наверное, юстициария. У нас кнут кто? Юстициарий. Такая кнуту временно казначей я поставлю. Вот этой. А вот этот чел, королевский капитан, он юстициарием станет, чтобы верность... Ну не верность, а рвение увеличит, и тогда порядок еще лучше станет. Мне пока порядок надо повышать. Минус пять уже. То есть оккупация кончится, и уже будет хорошо. Единственное, что с этими надо разобраться вонючками. Но я думаю, что если они захватят, то они сразу же гребут моментально просто. Вот. Да. Что я хочу исследовать? Я хочу исследовать тренированные копейщики. Конечно же. Посмотрим, что здесь произойдет. Даны. Отплыли ко мне. Еще с этими надо ублюдками разобраться будет. Они... могут дойти до моих вот этих вот железных жил. Стоим содержание войск в провинции. Хорошая штука, слушай. Правда у меня... Так, ноль. Хотя, может, и из-за этого как раз пять процентов, да? Так, проверим еще раз война со всеми. У меня война со всеми. Поехали. Уэсси. 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 Они просто красавцы вообще друг с другом гасятся. Я только смотрю на это вот эти вот два типа. Сейчас я надеюсь, он в ответочку ему долбанет. Он только что об него разбился и свалил. Видите? Он этот коричневый Обкакавшийся Норман, да, он его, естественно, добивает и идет Бах! Забрал Забрал Хестингас Ага Прикольно Так, у северо-восточного берега Британии появился флот Разбойник, ну, северо-восток меня мало интересует Хотя это не так уж и далеко На самом деле Викинги Хеллипоорг Викинги, это которые у меня в столице Поселились, кому-то там войну объявили Ради бога Снос церкви, снос кузнеца Гудфрид полководец готов Ну, это у меня король Король вернулся, да? Так, кнут Кнут у меня Немножко кент накерняет Рокфестер, это же Моя провинция, да? Ладно, давай просто захватываем Убля Ни за что Дратуйте О, да Много еды Вся фигня Круто Могу ли я налоги снизить? Вот в чем вопрос Ну, давай вот, например Нифига, со сниженными налогами такая тема Круто Плюс 1000 по-прежнему Минус 52 До ферре можно чинить Вообще все круто, но То есть понятно, да? Сейчас на Рокфестер прибегут Отсюда прибегут То есть у меня два направления удара И плюс еще периодически Вот всякие такие ублюдки будут приплывать Поэтому как бы Пустим им кровь Пока что успокоиться рано еще, как говорится Нету Только данные допорники только есть и нету больше ничего Блять Че, серьезно? Я думал, я на этого чувака нападаю Алло Сука О Фу Я же думал Так, Кент накернили Там, правда, у них еще одно поселение есть, блин Которое они там отхапали на халяву, суки Все, норм Я учусь Пополнимся Видишь, англичанам-то не нравится, блин, надо было отпускать Наши враги падут Захватить Понял Так, что тут? Восемь Ага Положитесь на нас А здесь циркушка какая-то левая, да? Требуется ремонт сперва Ну ладно, давай Вот Ну, в принципе, на этот ход, по-моему, никто никуда не дотягивается Дефире сколько чинить? Нормально, ладно Починим, бог с ним И мне надо в Дефире идти И там тусить Рокфестер хер с ним Придется его оставить, когда придет Восекс Мы все выдержим Кстати Сразу надо распустить, а то что-то странно Итого я полностью Кент взял, да? Да, он весь мой Но у меня отберут Рокфестера, это точно Там, блин, еды куча Но что делать? Здесь я буду делать амбар Пополнение отряда меня интересует Зерновые ямы, вот Это минус деньги, да? Ну и пофиг Так Что мне нужно? Амбар или подземный склад? Где у меня подземный склад? Зерновые ямы, зернохранилище, амбар Зерновые ямы, это подземный склад или нет? Скорее всего, да Вот бы понять Кстати, у меня что с усадьбами-то появились? Да, вон сколько, охренеть Можно раздавать Кстати Забираю вот это Кнут Я тебе дофередам, у тебя его отнимут Вот что ты будешь делать? Здесь вообще два Ну давай, доферед тебе дам Хер с тобой Вот А это два королевских будет, как бы Но их отнимут у нас скоро Поэтому как-то так У Кнута 10 уже влияния Охереть не встать У тебя как с командованием? Четыре Вот, пожалуйста, прокачался Прокачал командование, молодцом Кстати, соратники еще есть Развращенность Отвращение к риску Это человек воплощенная надежность Он добивается успеха, собирая большую армию И в точности следуя намеченному плану Рвение плюс один Ок Могучий вождь Командование плюс два Влияние плюс два С этим человеком нужно считаться И доказать этому его многочисленные победы Держит слово командование плюс один Влияние плюс один Этот человек всегда держит слово И ничего не делает просто так Крушитель стен Понятно Уверенный Он уже держал несколько вопет Поэтому нападение держится уверенно Осторожно Ну вот Круто же Круто Надеюсь, оно само по себе не упадет 35 лет ему И что я буду брать Нужно ли мне брать воителя Ну я не знаю Если честно В ночных битвах я уже умею участвовать Барт добавляет рвение Зону влияния полководцев Фуражир Пополнение отряда Жадный Доход от Крапега Фасадный инженер Я, наверное, парда буду делать Рвение повышать Перемещение врага по карте компании Это Параинция Хотя пополнение тоже очень классная штука Интенданты и фуражир Ладно, давай фуражира Все-таки пополнение армии Мне очень важно Потому что я буду драться очень много Они сейчас не очень хорошо пополняются Мягко говоря Все это дело Вот И тут что я буду делать Давай вопрос Это что? Судилище, коррупция У меня с коррупцией пока норм Все И не скоро будут проблемы Кулачные бойцы Опыт отрядом плюс 20 Пополнение отряда Множитель плюс 25 Это надо технологию изобрести Которую, кстати, я могу изобрести Ну и производство пищи Минус 10 Перемещение по карте Это минус 50 Гарнизон О, да Делаем гарнизон Обязательно Потому что я буду держать это поселение А тут Производство пищи Минус 25 Ничего страшного Ставим Это еще добавит гарнизона Правильно я понимаю? Так, сейчас 1, 3, 1, 2, 1 1, 3, 2, 2, 1 То есть еще одного мечника Дана в кольчугах Это хорошо Максимальное число отрядов резервы Добавляет верность Пополнения резерва То есть я смогу армии Нанимать хорошие Это меня устраивает И вот эта ячейка откроется Естественно Это круто Мы все выдержим Так, единственные здесь Это дофере Которые могут с моря атаковать Ну и Естественно Рокфестер Его могут атаковать и отсюда И с моря Очень жопа Короче Мне армию надо Держать дофере Здесь стены и гарнизон И отсюда я буду Выпрыгивать И убивать всех Кто на меня будет покушаться Вот Плюс буду Придерживать с моря Все это дело Очень выгодная позиция Я считаю Вот Теперь только Сидеть качаться Как говорится Плюс по деньгам По пище Я тоже в плюс выйду Когда здесь прокачаю Все это дело Вот И конец хода Сейчас еще раз Последний раз Посмотрим на семью Тут все нормально С верностью Шесть Семь Семь Сорок шесть лет Гудфриду Влияние шесть У турбранта Ну ладно Ничего страшного Поехали Он говорит Я скоро горы сверну Это значит Что он Повышение получил А нет Повышение Кто другой получил Губернатор получил Повышение Шикартосина Так что губернатору Надо Прежденный правитель Он у нас И коррупцию снижает И стоимость Средства снижает И всякое разное Так ему Можно барда дать Чтобы улучшить Порядок Можно писаря дать Чтобы еще управление Повысить Можно дать Фуражира Чтобы выполнение Отряда Множитель Подчиненный Войска Или своя армия В уверенной Провинции И производство Пищи Либо Овоща С одного инженера Дать Потому что Наверняка Будет навал Нехерой Давай для начала Фуражира А там посмотрим С фуражиром Точно Нельзя прогадать Фуражир Всегда полезно Хорошая Не знаю Не знаю в чем разница Но Фускай Будет наша Он высадится Максимум Может Сходу Атаковать Он не сможет Эти викинги Волшебные Норманы Которые Они пошли Щемить Суссекс Это ради бога Почему-то Уэссекс Не нападает На Рокфестер Я не знаю Почему Если они Так долго Будут тянуть Я соберу Вторую армию Буду там держать Отвожу В Дюфире Это дело И Дюфире Поднимаем Дальше Можно Кстати Статфал Тут тоже Поднять Пока Нет необходимости Потому что Я во первых Ни с кем Не торгую Во вторых У меня и так Ноль Содержание Поэтому Нет необходимости Тем более Эта штука Может в любой момент Быть захвачена Вот этими ребятами Я пока Я их вообще Не трогаю Пускай они тут Разбираются С этими Англичанами Здесь я тоже Ничего не качаю Потому что В любой момент Могут мне Все это разрушить Вот Круто же У меня всего Один В другой Знати Состоит Гита Мудрая Женщина Как это Гордая Независимая Женщина Только с котом Тебе Общаться Больше не с кем Так Кнут у меня Казначей Не знаю Зачем Как у меня Порядок Одиннадцать В принципе Можно Наверное Юстициария И снять Пока Боевой пыл Блин Наверное Я не увеличу Никак Пока Вот этого Можно чпокнуть Конечно Типа У меня Пища Вверх пошла Как вам Такие новости А как у меня По набору Нету ни хера Нету ни Тенов Нету ни Хускарлов Ни Берсерков Топорники Даны Есть Все Такое себе Ладно Поехали дальше Норманы Пошли Гравить Уэссэкс Уэссэкс Ко мне Пришел Суссэкс Положитесь На нас Так Я могу Ему навстречу Прям выйти Он убежит Сразу Смотрите Как я могу Пекать Круто Если я захочу Я могу Даже этот Город Взять У меня Хер че Сделаешь Так Ну так А че Пойдем Если я могу Защитить Свои земли Че бы их Не защитить Правильно Сейчас он убежит Куда нахер Денется Можно даже Пограбливать Это у нас Кто Мерсия О Можно Тилабурка Кстати Пограбить Вот То есть Я здесь Могу создать Этого Какого-нибудь Генерала Так Пограбил И свалил Если очень захочу Конечно Так У меня здесь Кругом Строительство Идет Вообще Это мне не надо Я уже говорил У меня и так Все по нулям Топорники Даны Нету Нету Элиты Нету К сожалению Блин Там Что-то С технологиями Короче Связано Отставить Вот это Конитель Кулачные Бойцы Деревни Деревни Так Гарнизон Производство Усадьба Рынок Церковь Чертог Вот арена Кулачные Бойцы Пополнение Отряда Множитель А это Пополнение Отряда Это не то Ну ладно Короче Пока Поехали Ну че 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 хотел Ничего Так Возвращаются Норманы Кого-то Чпокнули Норманы Возвращаются Надо бы Их Убить Уже Че-то Они не очень Хотят На Сусекс Идти Я не дотягиваюсь К сожалению Блин Если мы так и будем Бегать Они в конце Концов Ничего Ничего Нить Разграбят Ой Я могу Копейщиков Улучшить Давай посмотрим Насколько Они отличаются Так Вот этот Правда В доспехах Говнющих А этот Во вторых В доспехах Ну ладно А вот Вот так Можно сделать Правда Блин Они отличаются По Боевой дух Не сильно Отличается На троечку Всего У этого Вообще 13 У этого 14 16 Короче Лучше Конечно Чем было Но Не сильно Не сильно Копейщиков Копейщиков Для Бордистов Их у Скарлы Даны Говорить И да Можно лучше Сделать За счет Того Что будут Дороже Стоить Они В содержании Либо уже В гражданские Дела Идти Радиус Подкрепления Так Три Три Хода Я же Один ход Буду я Кулачные Бойцы Здесь Строить Или Нет Надо Определиться Минус 100 Золото Опыт Отрядом Плюс 20 Множитель Пополнение Не Надо Надо Это Очень Хорошая Тема Арена Это Охереть Арена Это Очень Круто Так Давай Действительно Быстренько Сейчас Откроем Эту Ветку Три Хода Всего Как Здесь Пополнение Не Очень Поэтому Мне бы Столицу Не Протерять Ну С верностью Все В Порядке Так И У У меня 15 Пищи Но Как Только У 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 Строится Я Начну Вторую Армию Делать Чтобы Закрывать Два Прохода Сразу К себе У 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 новая особенность плотник это у кого а стоимость строительства и еще управлять нифига ты чел вообще слушал бессмертный какой-то какой-то бессмертный ладно чего предлагаете мне забрать этот город да ну можно конечно это тогда это другая правда провинция блин и мне не очень хочется вот у меня пока нету сил чтобы это все удерживать он как все получилось то можно еще гарнизон отстроить это будет на производство пищи и добавит 1 секирника ну что-то не очень если честно хочу дальше 2 копеечка фирмы сики мечники данных кольчугах 2 карла лучникам это уже лучше мана это пока погоди длительность осады увеличивает множители пополнения отряда шикарная штука вообще зернохранилище зернохранилище мастхэв давай усадьба увеличиваем хирли плюс косарь каждый ход ну чё надо пустить кровь пустить кровь у нас кто-нибудь кстати получил повышение нет нет у меня был был по-прежнему в не очень добычи слава бессмертный тип элла вообще хус карлы ярла ухо-хо машуля вот это да у них много канины 2 2 не обузанных бисерка при тенично наносится как угорелая и надо же перестрелять их не успею к не до меня уже добежали сколько там время время нормально болин но мощные ребята ничего не скажешь пятого уровня чел 83 у него отряде у меня 100 до 105 меня сильно очень может потрепать собак сутылая ну ладно чё делать поехали не честно будет авторасчет нажимать когда у него такие войска правда ведь хотя можно нажать было я бы точно победил я так-то победю я уверен но просто блин это может быть очень много потерь а может быть нормально у него два лучника два застрельщика два конника меня три лучника два конника все остальное пехота итак какая-то странная такая местность здесь интересная не говорите мне что они сейчас в лес отойдут кто-то же а то и на секиру в общем подходим задача моя номер один это расстрелять конницу и как только у них не будет быстрых отрядов то мои лучники да и вообще я смогу с ними делать все что хочу разбивать их по частям и так далее идем короче пока продолжаем движение чуть-чуть осталось нортумбрийские тайны выглядят следом топорники данные идут вот они хус карл ярла блин у них много таких правда это немножко стрёмно сейчас попробуем короче разведчиков викингов вот этих вот высечь у них вон где находится конина рельеф наверное мне даже поможет если честно в этом нелегком деле потому что здесь нельзя бегать я смотрю и это охеренно мне очень нравится местность потому что вот этот перешейки могу сейчас перекрыть отчитываю эрик вышел тут блин я ж могу тебя пострелять ну хотя наверное не могу у него лучники он стоят у него насколько я помню было два лучника всего давайте бегом этих можно подвинуть всех еще чуть-чуть так прикольно вообще местность если честно я уже пять раз то говорю да сорян ты не стоят надо лучников тоже надо немножечко под изучать чуть не попали говорит нормальная попал это что секирники очень хорошо построимся нормально жалко я калу не могу конечно блин ним оббегать капец а здесь вообще красная линия то есть у них вот здесь вот только есть выход вот они сами себя заперли а и вот здесь вот маленький выход есть не очень получается да вот этим секирником лучше стрелять конницу попрятали суки намотаю ваши кишки я так потрачу все патроны на пару отрядов были на конницу так и не убью потрясены хорошо так что-то какое-то движение заметил эрик куда-то бежит немножко в лесу стоят вот что плохо поэтому стрелы может не до всех долетают по эрику стрелять без нет это не очень правильное занятие будет сколько у него там 83 носик его заденет то хорошо если не заденет только учерстно мало стрел конечно у меня давай вот этих минус отряд это хорошо все стрелы практически потратил ну блять че делать вот такая местность так знаете что я пожалуй возьму я пожалуй возьму бомжей своих и запру их конину наверное то есть я встану вот здесь и вот здесь блять это обходить пиздец вот хотя знаете что наверно наверно же не так наверно даже не так я наверно сейчас пол армии нахрен отправлю вот туда и вот здесь вот зайду и за запру просто со всех со всех сторон лоб в лоб с ним и лучников я отправлю сейчас сюда же вот этих коней пострелять как называется тэны сюда идут бомжатники туда все отсюда обходим блин отсюда нет она не надо вот оттуда также секирников и берсерков тоже туда конница наверно мне не пригодится хотя здесь он точно не пригодится там наверно пригодится тоже туда уходим вот все тяжелые войска здесь включая кускарлы мечники полководец вся херня туда уходит вся херня сюда уход времени 46 минут еще нормально хватит естественно они тоже перестраиваются но ничего так давай давай подходи копия здесь чтоб блять сука меня все заебались они решили вот так уйти это они молодцы кстати они сейчас вообще молодцы все четко сделали коней они конечно потеряли это секирники идут это что хирманы копейщики это похер у скарлы ярлы тухарлы это плохо хирманы копейщики хирманов на пизде отступают да да отступают отлично потому что мы еще не готовы мечники мечники хускарлов надо пиздить хускарлы очень крутые поэтому их надо окружать и пинать в окружении хускарлов загрызли да отлично и отходим сразу прекрасно них у скарлов продали просто так ходим не надо под стрельбой стрелять здесь стату под стрельбой стоять я здесь не смогу что ли да пройти нет смогу они по-моему опять на вал идут суки а где король вот он ты не король чё рубимся рубимся сука рубимся атаку Блядь, Хускарлы там жесть, короче, устраивают. Канино, давайте сюда. Надо шугать лучников. Блядь, а кто? Мишеньки Даны получили пиздюлей. Они идут на нас. Они убегают от нас. Уходим с поля боя. Чуть не попали. Что есть дух у воины? Ногами шевелите. Убить всех. Каперсерки. Кончай их. Задавить не устоит. Верт. Хорошо. Расслите из войны. Фу, какие же суки, а? Так, у Скарла отходите, потому что что-то больно. Блядь, что ж такое-то? Уходи отсюда. Ой, блядь. Пиздец, конечно. Мне здесь все устали. Конец. Выпустим им птишки. Кончики. Кончай их. Готовьтесь, они атакуют. Готовы к войне. Держитесь. Сейчас ударят. Кончики. Кончики. Вперед. Лучники. Враг не устоит. Убить всех. Большую часть войска просто-напросто. Готовьтесь, они атакуют. Что за копейщики? А, обычные что ли? Кончай их. Струши их. Бегом. До победы. Ходники. Пора выбираться. Ходники. Пиздос, блядь. Вот серьезно, пиздос. С этими бисерками, блядь, вообще не в тему. Топорники. Топорники. Лучники. Целься. Залп. А ну живи. А ну соберитесь. Нагадите. Фу, как же я нарвался на них, а. Они кидают копию, блядь, это че? Конники. Это кто? Секирники. Мечники. Я мне сейчас не обойти эту херню, понимаешь? Мечники. Вы нас перебьют. Блядь. Бежали. Фермы. Ногами шевелите. Кто здесь есть? Круши. Где нахрен мои берсерки? Готовы. Они тут гасятся с начальником. До победы. В лесу ни хера не вижу, даже не могу обойти. Не знаю, кого можно выводить, кого нельзя. Смотрите, они убегают от нас. Люди бегут в поле боя. Избранники Одина. Их два осталось, да? Репустим им кишки. Лучники. Прихвати его. Конница. Так, есть еще три элы? Нет? Нету? 38 бомжей. Давай вот этих вот добьем. И встретимся на глобале. Убил всех. Отлично. Так, ну я возьму деньги, потому что у меня с англичанами задобрятся. Я думаю, что я в своих землях быстро восстанавливаю все это дело. На единичку всего. Её по мать. Так, ну и что? Захватите этот хестингас. Так, давай один ход. Я, короче, дома побуду. Я думаю, что они там наймут кого-нибудь. Хотя, наверное, не дома, наверное, а в лагере, знаешь, вот так. Мы все выдержим. Чтобы точно успеть. Ставьте укрепление. Вот. Что у нас тут есть? 0, 0, 2, 3. Фигня. Вообще, да? То есть, ну я своими чистыми элитными войсками убился. Всё остальное там даже не успело толком подбежать. Ну, конница ещё немножко там порубилась, да. Так, ну строительство идёт. Эти ребята свалили. Хотя могут и вернуться. Интересная битва получилась. Мне понравилось. Не знаю, как вам. Поехали дальше. Чего там? Верховный король Ирландии демонстрировал свою власть. Он решил сделать одно из небольших и слабых королевств Эрио вассалом Миде. Что ж, он верховный король и может делать то, что считает нужным. Небольшое королевство Ирландии становится вассалом Миде. Да пофиг вообще. Восстание валийцев. Один из валийских вассалов сбросил ермо англосаксов. Это королевство объявило независимость и взялось за мячи, выступив против бывшего правителя. Этот конфликт может серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе. Кантвараборг. В смысле? Это ж мой город. А, нет? Не знаю, что они имели в виду. У меня построилось малое приорство. Это перестроило... Церковь перестроилась, да? Прикольно то, что здесь церкви не забирают деньги, а дают деньги. Класс. Корнуэлл Уэссекс. Дипломатия оказалась бессильной, фракции начали войну. Про меня вообще все забыли. Они увидели, что у меня есть армия, и они такие рассосались. Вон там все эти кораблики, которые плавали такие. Там Мерсия, там еще раньше Нортлиада. Все такие... И по съебингу включили. Никого нет. Ок. Сколько у меня пищи? 35. Слушай, ну может построить еще? Это ж всего лишь десяточка. Это ж секирники, да. Клево же. А потом можно будет еще построить. И это уже даст не просто секирников. 2, 2 и 1. А будет 2 копейщика Фридмана. Один секирник. Зато будет мечник дан в кольчуге. А. И один Карл. То есть вместо секирника будет мечник дан в кольчуге. То есть круче, да, для защиты. И 2 лучника будет. Вот. Еще и порядок. Ну хер знает, слушай. Можно, в принципе. Ну что он в слот просто так занимать будет? Пускай пищу еще нафармим, как говорится. Вон она вся строится. Стоимость содержания... Пока не надо, короче. Так, вот да. Я знал, что он это сделает. Ну конечно, как он может без... Отдышаться и построиться! Как он может без армии, правильно? Сейчас я его протокую тогда. Убежал. По имя Одина! Убежал. Тут мы не справимся! Я его все равно убью. У него тут гарнизон будет по помощи, да? Очень хорошо. Карлы. Давай, вот так сделаем. Да, нормально. Отлично. Там никто мне в спину не ударит. Надеюсь, что нет. О! Круто. И это будет... Блин. Да, попробуем захватить. Все, норманов я уничтожил. Ну что, удержу я это или не удержу? Да хрен его знает, слушайте. Мне нужно боевой пыл поднимать. А если я буду захватывать вот эти земли, то боевой пыл у меня все равно будет падать, потому что у меня их будут перезахватывать. Вы же понимаете, да? Удерживать это все я вообще без понятия. Смогу это все удержать или нет? Я удивляюсь, что на Рокфестер никто не идет до сих пор. Как-то все так это забили на меня. В этой Восточной Сусакс это где? Здесь что ли? Как мне вообще эта хрень называется? Это называется Кент. Как же еще? Восточный Сусакс это вот здесь. У меня, кстати, налоги-то нормальные, да? Налоги нормальные. Круто. 30 пищ. Добавляет лучников. Можно попробовать отстроиться на самом деле. Посидеть здесь армией, если кто-то пойдет. Как я быстро... За два хода я могу дойти. Блин, ну это долго. То ли дело один Кент, как бы... Короче, не буду я это отстраивать. Пускай лучше восстание здесь будет. Вот. Если здесь будут восставшие, это меня прикроет от всяких бомжей. Я думаю, как-то так. Плюс на восставших можно, наверное, пофармить боевой пыл. Мы все выдержим! То есть пограбить их, пограбить, пограбить, все такое. Так. Ну все, пока стоим, нас ничего не делаем. Я отсюда потом просто ухожу. Ничего здесь не строю, ничего вообще не трогаю. Просто ухожу обратно в Кент. Да, пофиг на этот Сусакс. И так далее. Так. А че у тебя опять с влиянием? Ой, в смысле с верностью. Не знаю. Что у нас насчет... Нанять? Нихера нет. У нас сейчас через один ход будет штуковина одна, да? Которую я через пять ходов вот здесь поставлю. Как раз к набору армии новой. У меня будет все круто. У меня еще шесть ходов будет все это строиться. Блин, долго. Весна 888 года. Поехали. А, бля, я не посмотрел. Ну, неважно. Я думаю, что там никаких новых фракций не появилось. Так. Отличное восстание валийцев. Это где? В жопе где-то. Развитие арены. Это у меня технология изобрелась. Отличненько. Значит, я смогу здесь ставить арену. Как только у меня повысится великий чертог. Как, кстати, у меня здесь. Нормально так уже растет. Армия бомжи, конечно, бомжами. Вот, я думаю, что секирников пора переделывать. То есть, качать вот до конца племя воинов. Да, содержание увеличится. Так, это что? Стоимость содержания для копейщиков плюс 5. Стоимость найма пеших копейщиков. Или, может быть, лучники в доспехах мне нужны. Они и так-то прикольные. Лучники в доспехах. Или, может, осадное дело, чтобы ставить катапульты и чтобы всем раздавать на раз-два. Как я люблю. А это что? Радиус подкрепления 25. Ага. Доход, разорение, коррупция. Земледелие дает доступ к постройкам. Водяная мельница. Тоже неплохо. Припасы на своей или союзной земле плюс 5. Тоже неплохо. Всякие поместья. Круто. Слава плюс 25. Что надо? Закон Тинга. Ну, не знаю насчет Тинга. Клянемся служить. Все, отсюда мы уходим. Пускай здесь будет восстание. Не знаю, что мне насрать. Извините. Правда, если придут вот эти вот упыри, то тогда придется отбиваться. Ничего не нанять толком. Ладно. Короче. Армия значит армия. Правильно? Мне стоимость содержания сейчас вообще по нулям. Наши враги падут. По барабану. Деньги только копятся. Боевый пыл, кстати, растет, но по-прежнему еще на минусе. Боевый дух минус 20 всей армии. Ну, жесть. Поехали дальше. Фракция уничтожена. Девет. Я без понятия, кто это. Ко мне приплыло какое-то чудо-юдо. What the fuck? Что это? Драконы моря. Фига себе. Как называется? Весофьордр. Кто это? Охренеть. А, это что за фракция? И подходящее время для гостей. А, это морские короли-викинги. А, вот что он приплыл такой спокойный вообще. Без всяких потерь, без нихера. Ну, вот, видимо, он и захватит сейчас у меня это поселение. Вот это вот. А, он с кем воюет от Версера Фьодр? Ты нежеланный гость в моем доме. Только со мной, что ли? Ну, вообще. Кстати, я со всеми воюю. Да, проверим. Вроде да. Положитесь на нас. Сучара какая. Не выйдет. Клянемся служить. Ладно, сидим пока тут в Статфале. Блин, ну, категорически нет у меня Берсерков и Хускарлов-Ярла. Ну, вообще жесть. Надо, короче, что-то с технологиями делать, потому что утомили. Вероятность пополнить отряды пехоты с мечами и топорами в резерве. сто процентов престиж армии пополнение пополнения стоимость найма стоимость вероятность пополнить все отряды ополчения это пополнить отряды свиты в резерве вот элитный отряды резервы короче вот эта херня мне нужна престиж это у меня с ранку начальника до 10 обязательно надо это сделать у меня ранковый начальника на момент 7 болин зараза сутула а у меня появился мечник дан кольчуках отлично это круто можно будет нанимать армию не 30 час до еды ну будет больше однозначно пока наверно больше и ничего делать поехали морские короли викингов все заберут у меня поселение скорее всего ну да о чем и речь то есть вот они атакуют меня полный стек что у них хирманы копейщики бойцы астманный меня какая-то топорники астманный секирники войны астманы лучники короче в принципе такое себе нам просто пограбил поплыл сука сейчас и надо фирре надо будет сесть мне не пускать их 1251 скотина я надеюсь что там возникнет восставшие наконец-то уже и заберут это поселение что там мразь тут блин как тут охотный строй готовы к бою до фирре мне надо защищать потому что блин там пища строится и долго очень строилась 1-1 мечники данные надо забирать иначе не будет на хрена так ну это король однозначно делами гутфрид потому что что только у него хорошая цена и берем тогда этого типа этих типов вот этих лучников как-то так минус 68 у меня ой минус 59 у меня опять пищи тут кстати надо ставить дальше до амбарчик а уж сейчас еще будет проблема по пище эти твари морские короли могут присылать мне войска блин нон-стопом они же плавают спокойно вообще им пофиг все это ладно вот эти дебилы которым опять что надо их видимо будут проблемы а у этих нет эти спокойно эти зелененькие плывут им норм вообще мне конечно опыт офигенный войск не думаю с этой мужа армии то я справлюсь если он нападет восточный сусекс кстати говоря чтобы на общую пищу мне не влиял поехали дальше так нападение да кстати нифига вот приплыли и эти нортлиода видите зеленые там и там сусекс пришел и короче говоря все весело это надо конечно самому играть потому что потери могут быть не очень хорошие до ферре ну мы сыграем конечно же сколько там время у я времени уже дофига поэтому всем спасибо кто смотрел это был код тотал вар сага троны британии война со всеми за нортумбрию без этих без мира и всем пока лайк подписка все дела